приветствую всех зрителей моего канала сегодня я хотел вам рассказать сказать сказать прежде всего о своих лыжах которых я хожу в лыжные прогулки и показать те места где я гуляю сегодня я нахожусь в деревне Петрищево Тарусского района Калужской области у нас уже много навалило снегу вы это видите по сугробам это почти по колено сегодня я взял с собой два комплекта бэконтрейных лыж чтобы придялся на место определиться в каких лыжах я сегодня пойду почему это сделал ну потому что если была бы сегодня гусянка были выходные и кое-где уже охотники или просто люди у которых есть снегоходы уже накатали гусянки и мне было бы проще взять узкие лыжи но придя сюда на место я смотрю это вот начало это начало моего маршрута здесь только вот колея видна от машины никаких гусянок здесь не было то есть снег довольно-таки глубокий вот сегодня здесь с утра чистили здесь почти по колено снегу поэтому я сегодня пойду и бэконтрейных лыжах вот эти лыжи называется с ней лыжи снегоступа алтай скис это фишера из баунта 98 в отдельности я хотел бы рассказать что это за лыжи для чего они нужны и почему именно в бэконтрейных лыжах я всегда выхожу на свои прогулки бэконтрейные лыжи это лыжи для пересеченной несложной местности где нет лыжни где встречаются препятствия в виде кустов валежника овраги лесные дороги вот эти лесные туннели которых я позже вам расскажу итак бэконтрейные лыжи чем они отличаются от обычных лыж ну во-первых вы видите что они широкие обычно шире чем обычно если кросс-кантри это 45 миллиметров 46 миллиметров то бэконтрейные лыжи по моему начинается где-то от 60 миллиметров у бэконтрейных лыж есть я метрия здесь на здесь на будет виднее лучше во-первых носок носок у 98 миллиметров талии там я не помню около 70 и конец тоже не он чуть пошире но уже чем носок а вот не есть значит носок 98 талия 69 хвостовик это конец лишь это 888 миллиметров лыжи с юбкой для чего когда вы едете по рыхлому снегу ну вообще в снегу когда вы едете любой снег и катитесь с горы вы на них не упадете как на обычных лыжах они не зарываются снег глубоко почему потому что вот эта геометрия которая у них есть она дает такую возможность всплывать носу поверх снега или поверх кустов а всегда выносит к верху поэтому такого ступора резкого и нырка вперед но не существует это огромный плюс я метрия она отрабатывает еще решетку вот с обратной стороны есть такая вот решетка у этих лыж либо либо еще есть отдельный камус который вставляется в это отверстие есть такой замок это такие полосочки наклеиваются есть широкие есть узенькие у меня тоже есть такой камус я им пользуюсь на экстралайтах у меня еще лыжи узкие фишера тоже там я использую но последнее время перестал пользоваться стал пользоваться мазью это дает такую возможность прожиматься лыжи соприказаться снегом и отдачи уже не уже она меньше либо она ее нету смотря какая какой подъем в гору или куда вы ведь какой снег вот эти вот лыжи вот эти фишера 98 112 либо вот эти алтай скис это лыжи в основном для волокуш или для глубокого или очень глубокого снега в общем для трапешки такие лыжи используются у этих лыж еще есть накат накат но он такой небольшой поэтому если кто хочет брать лыжи бэккантри я рекомендую это 78 траверсы это универсальные лыжи они и средние такие в этой категории между стоят между и узкими и между широкими для меня они самые оптимальные потому что эта местность она больше подходит именно до 78 их а когда уже это набиваешь лыжню то можешь уже брать лыжи поуже второй момент почему я хожу на бакантейных лыжах во первых у нас нет здесь трасс таких лыжных хорошо подготовленных либо накатанных и потом трасса она ограничивает эту возможность перемещения лишаете а полной свободы вот эти лыжи они дают мне лично да и любому человеку именно полную свободу я могу двигаться там где мне хочется куда нормальный человек не зайдет это овраги леса пруды и замерзшие болотистые местности и в конце марта в конце февраля в начале марта снег становится нас там бывает нас на снегу и вот вот это самый кайф когда ты можешь передвигаться в любом направлении по оврагам внутри оврагов по буграм где угодно в общем они просто везде проходят и ты получаешь такой кайф который ты нигде не получишь то что ты не видишь ну как изверье извиваются овраги там какие там коряги валяются кто там живет в этих оврагах там лосей надо видишь косуль кабанов и все прочая живность именно вот эти лыжи они дают такую возможность им не нравится тропить ходить по рыхлому снегу сегодня пухляк лежит и сможешь как лыжня разрезает этот снег это имеет такое психологическое воздействие на сознание человека это разгружает это достает такой кайф такая психологическая разгрузка тем более сегодня светит солнце у нас очень мало солнечных дней мне сегодня может сказать повезло так о лыжах алтайский сход это вот эти лыжи коротенькие лыжи у них еще есть моделька на 135 эта модель 103 145 это лыжи уже пошире я не помню тут 11 по моему но около 12 сантиметров здесь интегрированный камус интегрирован это стройный камус тут такая вот щеточка в одну сторону она гладкая в другую она уже вот не идет эти вот лыжи очень хороши для волокуш просто идеальный вариант идеальный вариант лазить по лесам по бури ломингу для охотников это прям самое но но и причем эти лыжи они нужны для рыхляка вот такого снега который сейчас выпал потому что вот это интегрированный камус когда в конце февраля начале марта там марте там в конце снег становится таким хрупким и талом и он начинает подкусывать этот камус и нет такого легкого передвижения поэтому если будете покупать подобные лыжи с интегрированным камусом есть такие же лыжи баконтрейные но в россии они у нас редкость но бывают тоже там по моему ворона или грач такой нарисованы кстати у них тоже есть такая же модель точно такая же геометрия но по другим брендам они идут вот на эти лыжи для рыхлого снега поэтому рекомендую все-таки пластиковые брать потому что пластик получше чуть-чуть получается для нас по накатанному а когда накатываешь он не всегда идет его для этих для этого камуса интеллирован нужно сюда чуть-чуть такой рыхлячок чтобы лыжа плыла ехала свободно но может быть и есть спреи какие-то которые смазывают этот камус я не пользовался спреи на самом деле есть но они дорогие по поводу спреев вот у этих лыж есть решетка сейчас спрей никакой не нужен можно помазать обычным парафином для лучшего скольжения или наката чтобы сэкономить силы а так получается когда бывает теплая погода и на поверхности там на лыжне или где-то еще есть небольшой слой нового снега который только что упал и вот этот снег он начинает прилипать к решетке для этого нужно пользоваться спреем специальным но я не пользуюсь то что он дорогой я использую в дэшку в дэшка тоже работает на сейчас очень много автомобильных магазинах всякие там промывки колодок и все прочее но пользовался для обуви спреи которые от водоотталкивающие он не помогает а вот в дэшка реально помогает на какое-то количество километров он идет потом опять начинает подлип а когда подлип происходит на такое лыжи это просто жесть она не двигается такая тяжесть становится обязательно собой нужно иметь скребочек скребочек я тоже с собой взял массе тоже взял на всякий случай потому что скребок необходим когда передвигаешься там по реке иногда под снегом бывает лед ты это не видишь и не знаешь а потом когда проходишь попадаешь в эту воду вода бывает сверху мороз а под снегом вода и он начинает подлипать то в таких случаях обязательно нужно иметь какие-то металлические предметы пластины я с собой беру нож всегда у меня с собой ножик есть всегда с собой беру скребочек который полностью должен соскребать если вы чуть-чуть оставите лед небольшой потом это как ком он будет все время нарастать и так по поводу вот этих лыж сегодня я пойду именно в них здесь другой стандарт крепления стоит это баконтрейные крепления у меня вот тоже баконтрейные ботинки здесь больше планка шире крепления чем обычные и обычные крепления и эти ботинки они рассчитаны на пребывание в лесу но максимум я ходил где-то девять часов на лыжах и ноги меня ни разу еще не замерзали то есть погода была и выходил до минус 18 градусов вот эти лыжи алтайский схок фирма у них есть еще одна модель который метр шестьдесят пять но она без интегрированного камуса в россии я не видел чтобы они продавались и там есть тоже насечка но эти лыжи я бы тоже приобрел бы себе но вот эти лыжи они хороши по весне вот как раз феврале в начале марта когда структура снега она становится такой рыхлый если дышками и когда ты утром выходишь еще мороз бывает они нормально кольца потом начать подтаивать и ты начнешь проваливаться и когда идешь в этих лыжах я ходил они офигенные когда идешь особенно по бугру тебе нужно кантовать лыжи кант заваливать чтобы он врезался но вот этот камус он чуть-чуть тебя подводит он начинает подцеплять этот снег а вот те лыжи именно без этого камуса вот они они бы подошли но сразу скажу что все вот эти баконтрейные лыжи ботинки крепления палки они очень дорогие но они стоят своих денег нельзя себя отказывать в таком удовольствии надо следить все-таки за своим здоровьем психическим здоровьем психологическим потому что человек состоит из эмоций он должен получать эмоции эмоции может получает разнообразным образом через алкоголь это обман и другие вещества но самая лучшая эмоция это все-таки природа та природа которая нас окружает просто надо понимать какой рельеф какой ландшафт и что здесь можно делать я определился для себя для меня зимой это вот баконтрейные лыжи и так не буду больше вам трепать языком насколько они хороши каждый это может осознать выбрав себе лыжи и купив их и так сейчас я вам покажу где я катаюсь них я все-таки одел из баунты фишера хотя они глубже больше проваливаются чем алтай вот почему это сделал все равно мне приходится шагать как и в тех шагать но на обратном пути я смогу уже по своей лыжне катиться чуть побыстрее это даст мне возможность пройти сегодня чуть побольше потому что я обра на обратном пути уже буду двигаться намного быстрее хотя может то и на то и выйдет мне приходится я затрачиваю больше сил потому что глубже проваливаюсь вот свежий след копыт передо мной прошел лось меня заметил ворон стал каркать предупреждает всех лесных жителей об опасности них тоже есть свой язык птицы надо своим карканьем предупреждает других животных что в этом месте есть опасность ходит бродит кожаные вот он кому-то стал передавать вот вот он туннель здесь он хорошо виден кругом лес такой сорный лес много орешника упавших деревьев он даже не проглядывается среди леса есть такие вот дороги егерские сейчас вот снегоходки должны будут здесь но сегодня их нету может быть возможно они будут дальше там есть кормушки кормушками егеря регулярно приезжают сегодня я иду по рыхлячку это очень тяжелый снег для меня но сколько пройду столько пройду по крайней мере мне будет очень приятно то что здесь набью лыжню вот но в том году здесь проезжали на джипах такие ямы здорово были колеи что неудобно было даже идти так что для меня сегодняшнее направление с таким снегом большой кайф доставляет радость ногам и особенно взору это не так что давай давай около 50 да вот от и Ну вот солнышко вышло и лес заиграл уже другими красками, намного приятнее для глаза, видеть голубое небо, вот эти тени падающих деревьев, очень красиво, да вот она, эта красота, вот эта сила света, насколько она преображает, вот этот монохромный лес, снег и тёмные деревья, приносит свою изюминку всего лишь на всё солнце, ёлочки красиво одеты, Нашёл я до пересечения дорог, вот впереди меня идёт тоннель, направо есть дорога и налево будет дорога, прямо дорога, если по ней пойти, она пройдёт в Кореево, если чуть левее взять, к Кореевскому пруду, если сейчас сверну налево, я дойду до развилки, на Кореевский пруд дорога будет и на кормушку будет дорога, куда лучше пойти, ну учитывая, что сейчас пробивается солнце, скорее всего, если у меня останутся сил, я дойду до кормушки, потому что я иду уже, не знаю, полтора или два часа, часов у меня нету, ну по ощущениям, где-то такое, промежуток времени идти очень сложно и тяжело, снег очень глубокий, потому что я иду, шагаю, ехать я не могу, вот на обратном пути я уже буду толкаться, уже будет небольшой наст и я с удовольствием уже буду возвращаться по своей тропе, вот такую лыжню я оставляю за собой, с таким разрушенным снегом, но по ней мне будет очень легко двигаться. Вот то, о чём я говорил, дорога направо, она пойдёт сейчас в поле, вот да, туннель прямо и дорога налево. Сейчас ещё пока что охотники не выехали и еря не было их, по-видимому всё в порядке у них с мясом, с кормом на кормушках, поэтому они не выезжали. Следов от гусянок пока нет, а так вот здесь с этого момента начинается гусянка, в ту сторону он оттуда, а в ту сторону гусянки по-моему не бывает. Мою лыжню пересекает такой след, вот такая бороздка со следами, это шёл кабан, у него грудь низкая, снег глубокий и он такую борозду после себя оставляет. Шёл из леса, ну по своим делам пошёл, ну не то что пошёл, он здесь ходит регулярно, потому что она уже такая проторенная тропа. Я двигаюсь дальше, двигаюсь по следам от машины, следы от машины уходят влево, это в сторону, по-моему, в сторону Сашкина, куда-то туда, в ту сторону. А здесь моя лыжня на самом деле должна проходить вот так вот прямо, сейчас я здесь упал у дерева. Да, возможно машина ездила, когда был снег, проезжала машина, потому что по колее идёшь, здесь мало снегов, поэтому они и не накатали на этих, на снегоходах, ездили скорее всего на машине. Вот дорога идёт, потом она будет забирать вот где ёлки, чуть-чуть левее, туда пойдёт дорога. Но мне туда не надо, мне надо будет держаться прямо или правее. Вот едва заметная тропа, это вот такое направление идёт вперёд. Потом с правой стороны начнутся ёлки, и мне сразу в углу нужно будет повернуть направо. Посмотреть там, ну типа дороги такое же будет направление, потому что если я дальше пойду дальше, там будет очень много такого кустарника, через который очень сложно пробраться. И там вот параллельно этой дороге, ну сейчас как буква В, в одной точке она должна будет сойтись. Но такой дороги, чтобы сойтись здесь не было, это я мысленно представляю или вам рассказываю. Потому что вот с той стороны тоже есть дорога, она хорошая, лучше чем эта. Ну сейчас я, получается, что сокращаю своё расстояние вот по такой вот местности. Опять кабанящая тропа. Пошёл тот кабан. Строевой лес. Как приятно слышать щебет вот этих птиц. Только вот в этом месте он появился, там не было этого. Где-то впереди дятел долбит. Не знаю, что за птицы. Вот они переговариваются. Мне надо двигаться прямо вот этот туннель. Мне надо загребать куда-то правее. Я сейчас посмотрел, что-то среди кустов не заметил. Такое хорошее направление. Но я буду, в общем, держаться правее, потому что прямо идти не резон, особенно налево. Это путь мне известен. Я уже здесь раньше ходил. Сейчас будем искать. Орока. Только что орала. Меня заметила. Не знаю, будет сейчас она орать. И предупреждает, что ходит. Полис тут лазит. Вон она. Наверху. Сейчас что-то молчит. Успокоилась. Здесь очень много встречается черных дятлов. Такие здоровые, как утки. Перелетают с одного дерева на другое. Здесь направление. По этим направлениям и оврагам. Здесь справа. Такой овраг. Такой болотина. Вот этот овраг. Он. Если по нему спускаться. По этим оврагам. Мы придем. К маковцам. На пруд. В урочище маковцы. Я там уже был. Даже оттуда подымался. По этим оврагам. Это считай. Такой каскад. Идет оврагов. Потому что они идут по наклонам. В ту сторону течет вода. Очень интересно. Но там надо. Передвигаться. Когда есть наст. Рельеф там интересный. Из-за. Разреза. Ручьев. Эти вот. Шапки такие. Наваленные. Бугры. Снежные. Очень интересно. Иногда встречаются. Бобриные норы. Тропы бобриные. Там они живут. Но я все-таки передвигаюсь. Дальше по лесу. Вот эта. Вырубка. Которая должна меня. Вывести. На нормальную дорогу. Ну как-то нормальная дорога. Которую вы видели раньше. Там возможно даже. Должны будут. Колеи от машины. Вот стройный лес. Строевой. Прямые ели стоят. Все как на подбор. Так. В лесу. В еловом. Закончился. Вон сзади меня. Я вот вышел. В такой смежный лес. Где в основном орешник находится. И здесь вот едва-едва. Проглядывается. Вот это направление туннеля. Которому я должен двигаться. Вот очень важно. Ну надо либо. Сходить с телефоном. Чтобы сверяться. Сверять свое направление. С лесными дорогами. Но свой телефон я забыл в машине. Поскольку я. Уже здесь раньше ходил. Я иду по памяти. Память меня пока не подводит. Вот. Впереди. В любом случае. Даже если сейчас там будет тупик. Ну такой я называю тупик. Вот такой вот лес. Все равно. Я должен буду идти прямо. Смотреть на лыжню. Потому что впереди. Я должен пересечься. С хорошей дорогой. И повернуть влево. К кормушке. Опять мы видим. Кабанье тропа. Впереди. Вот эта вот косуля шла. Вот они. Копытца оставила. Вот так она расписывает. Глубокий снег. Красиво так. Такими полосочками. И тонкими ножками. Они тут бегают. Едят. Кору объедают. На осинках. Либо раскапывают. Либо раскапывают. Здесь вот есть. Иногда дикие яблоны стучаются. Под яблонами там. Роются. Яблоки наверное опавшие ищут. Вот так здесь есть кормушки. Вот я иду к кормушке. Мне нравится это место там. Очень красивое. С таким бугром открытым. Большим. И там. И там. Происходит. Ох. Падение. Речки и ручьев. А река называется. Не помню. Маленькая речка есть такая. Прям. 2 метра шириной. Там полтора. Не помню сейчас она как называется. Вот. И там. Большие такие ручьи широкие. По-моему вот она. Дорога. Сейчас впереди меня. Да. В общем красивое место там. Вот эти бугры. Встреча бугров. Так. Дорога влево. Это на хутор. Дорога пошла. Или пойдет. Или на кормушку. Что-то я уже. Подзабыл. Даже. И вот эта дорога. Прямо. Вот если я прямо пойду. И потом поверну направо. То как раз я выйду. На свое. Где я пересекся. Где я сказал. Что вот пересечение дорог. И я убираю левую дорогу. И иду по левой дороге. Но это только. Чуть-чуть пересечение будет выше. Поэтому. Скорее всего. На обратном пути. Даже не знаю по ней пойти. Или не по ней. Не знаю. Здесь темно будет. Не пойду по ней. Потому что чтобы не пропустить мне тоннель. Пойду по следам своим. Здесь. Куда мне идти здесь. Вспоминай. 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 Так. Ху-ху-ху-ху. И лето на пруд идет. По дороге. Что-то не могу вспомнить. Пересечений этих много. так ладно пойду сюда пойду по этой дороге пойду по этой дороге шел я очень долго по этой дороге по этому туннелю в общем направление я взял правильно вы наверно видите уже что темнеет солнце заходит небо уже такой серый стал и тоже начинает вечереть я вот пришел он оттуда он наверху даже большое огромное гнездо на это ворона сделали так вот дорога еще одна развилка эта дорога точно идет на кореева и вот эта дорога идет на кормушку моя цель все-таки дойти до кормушки есть осталось немного совсем сейчас я вам ее обязательно покажу когда встречается такая береза вот хороший розжиг для костра можно набрать она очень хорошо загорается от огниво сейчас вам продемонстрирую габаны охереть здоровый я ухожу ребятам попал я не вовремя адреналин зашкаливает мою сторону все к чину такой направился а он половину убежала половина стоят блин они отходят даже борзые кабаны здоровые там у десяток даже не знаю что мне делать я конечно шел сюда чтобы показать вам эту поляну но и чуточку и такие здоровые были таких не видел он смотрит на меня все они уходят я хотел в этом месте чайку попить перекусить но они обратно возвращаются и даже не уходят отсюда поэтому да ну нахрен пойду отсюда обратно такого не видел что не встречал такое количество они даже не уходят но здесь один то друг чего какой-то волос будет будет нападать охранять будет самых своих там ну и там дофига я первый раз такое вижу от володя тоже шел и видел этих кабанов нарвался на кабанов на кормушке вот это я тоже впервые колесе это просто уже вечер настал он не стоят хрюкают не они даже не боятся не отходят ломают кормушку жрут все заметили меня заметили двое вот уже стемнело я встал на свою прямую по этой дороге мне придется возвращаться где-то около часа час двадцать где-то так вот все уже начинает темнеть дорогие друзья мой поход завершился хорошо удачно я вернулся порядке ходил я где-то 6 часов но чуть больше там 66 пятнадцать шесть двадцать так что пишите свои комментарии прижимайте лайкосы можете репостить до новых встреч